В Академии Пастухова состоялась 11-я международная научно-практическая конференция в рамках ежегодных пастуховских чтений. На конференции обсуждались вопросы согласования путей развития системы дополнительного профессионального образования с требованиями реального сектора экономики, условия вступления России в ВТО и нового закона об образовании. В конференции собрала более 80 участников из 27 городов России и ряда зарубежных стран. Среди них руководители организации подразделений ДПО, руководители предприятий. Ректор Академии Пастухова познакомила веб-гостей с историей Академии, показала постоянно действующую историческую экспозицию, посвященную Николаю Петровичу Пастухову. В мероприятиях конференции приняли участие представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Департаменты образования Ярославской области и мэрии города Ярославля. В первый день конференции состоялось пленарное заседание. Ключевыми темами выступлений докладчиков были приоритеты государственной политики в сфере ДПО, вопросы кадрового обеспечения ДПО, нормативно-правовое регулирование ДПО в условиях нового законодательства, вопросы соответствия образовательных услуг в сфере ДПО требованиям рынка труда, независимая оценка и признание качества ДПО, развитие системы дополнительного профессионального образования в условиях ВТО, перспективы международного сотрудничества в рамках Европейской ассоциации провайдеров ДПО ЭСАДА. Пленарное заседание было открыто вступительным словом президента Союза ДПО, ректора Академии Пастухова Нины Николаевны Анискиной. С докладом о модернизации и повышении квалификации профессорско-предподавательского состава выступила Ирина Аркадьевна Мосичева, заместитель директора ДПО в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ. С приветственным словом к участникам обратилась Людмила Абрамовна Кригер, начальник отдела начального и среднего профессионального образования ДПО Ярославской области. В рамках конференции была организована работа круглых столов, нормативное правовое обеспечение в сфере ДПО. Ведущие Лариса Витальевна Шмелькова, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации. Нина Николаевна Анискина, президент Союза ДПО, ректор Академии Пастухова. Профессиональные кадры как инструмент конкурентного преимущества предприятия. Круглый стол вела Ольга Геннадьевна Фокина, проектор по экономике и финансам Академии Пастухова. Новые требования к дополнительному профессиональному образованию в свете вступления России в ВТО. Ведущая Ирина Львовна Рудая, директор компании Россервис. Формирование системы признания качества ДПО через развитие сертификации профессиональных квалификаций, общественной и профессионально-общественной аккредитации. Организаторами круглого стола выступили Нина Николаевна Анискина, президент Союза ДПО, ректор Академии Пастухова. Людмила Сергеевна Степанченко, руководитель отдела развития партнерских проектов, агентство по контролю качества, образования и развитию карьеры. Развитие сетевого взаимодействия и международного сотрудничества в ДПО. Круглый стол проводила Надежда Васильевна Усольцева, проектор по международным связям Ивановского государственного университета. Кадровое обеспечение процессов устойчивого развития и энергосбережения. Ведущие Юрий Викторович Васильков, доктор технических наук, профессор Академии Пастухова. Анастасия Вячеславовна Михайлова, директор научно-производственного предприятия «Кадастр». Эффективные методы и технологии ДПО. Круглый стол проводили Евгения Александровна Абаткова, заведующая кафедрой социологии и психологии Академии Пастухова. Татьяна Евгеньевна Федосеева, исполнительный директор международных проектов Академии Пастухова. По итогам конференции принята резолюция. По осуждению вопросов о развитии системы дополнительного профессионального образования как эффективного инструмента конкурентоспособности российской экономики в условиях вступления в ВТО и нового закона об образовании в Российской Федерации приняли участие более 80 человек из 27 городов России и ряда зарубежных стран. В среде них Архангельск, Белезняки, Красноярский край, Вологда, Дневногорск, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кострома, Москва, Набережные Челны, Нижний Тагин, Новочеркас, Новосибирск, Омск, Переславль, Залезский, Самара, Санкт-Петербург, Сыктыхар, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Улан-Удэ, Ярославль. Для участников конференции была предусмотрена культурная программа, включающая пешеходами, автобусные экскурсии, открытие выставки члена Союза художников России, ярославского живописца Евгения Варначева, выступление Народного самодеятельного ансамбля казачьей песни «Чарочка». Я представляю одно из крупных образовательных учреждений нашей Российской Федерации среди среднего профессионального образования, это Петровский колледж. И когда я нашла вот эту конференцию по допустимому профессиональному образованию, то, что одной из моих обязанностей является как раз реализация дополнительного профессионального образования в нашем колледже, я была безгранично рада, что это город Ярославль. И поэтому, конечно, с удовольствием зарегистрировалась на эту конференцию, с удовольствием сюда приехала. Все действительно было просто прекрасное, праздничное настроение, сразу же, как только я сошла с поезда. И затем, придя сюда на конференцию, вот это настроение, оно как бы умножалось с каждым выступлением, особенно с выступлением и представителей министерства, и представителя, и ректора Академии Пастухова Нины Николаевны Анискины, потому что чувствуется действительно профессионал своего дела. И с Ниной Николаевной я, ну так, заочно была знакома еще с разных курсов повышения квалификации конференции, которые проводят ЛТИ в области качества. Поэтому, приехав сюда и как бы собираясь сюда, я знала, что все будет на самом высоком уровне. Была в этом уверена, вот это подтвердило, вот вся эта конференция подтвердила мои ожидания, что, конечно, замечательно. И, конечно, вот закончился вечер тоже прекрасно, выставкой картин художника вашего Ярославского. То есть, вот еще раз усилив все впечатление от конференции и подняв нам настроение. Я представляю город Уфом, недавно только приступила к обязанности заведующей отделом повышения квалификации Республиканского научно-методического центра от Министерства образования Республики Башкорстан. И, конечно же, в первые же дни, узнав о конференции, директор нашего заведения сразу сказал, надо ехать. Страх то, что ехать далеко неизвестно куда. Это, приезжая сюда, сразу же у меня рассеялся. Потому что сразу, как я сошла с поезда, встретили добродушные люди, которые подробно, досконально объяснили, куда идти, как дойти. Вот это вот мне поразило. Добродушность народа. Ну, от конференции я, конечно же, жду, что, наконец-то, вот этот закон, который вступит в силу, поднимет статус образования, поднимет статус образованности и поднимет статус, который во времена перестройки так низко упал, статус нашего учителя-преподавателя. Полученное профессиональное образование – это же, конечно же, очень актуальная тема на сегодняшний день, на день, когда у нас все меняется. Все, оптимизация вот этой вот, уменьшение численности вузов, это все равно приведет к тому, что придется кому-то уходить. Но мы должны быть во времени и на месте для того, чтобы такие люди не потерялись, чтобы они сумели найти свое место, умея работать в образовании и в других сферах деятельности. Спасибо огромное всем организаторам конференции, а также ректору вашего учебного заведения, Анискина Николаевна. Ну и всем, кто участвует. Вы знаете, я стараюсь посещать различные мероприятия, связанные с системой дополнительно профессионального образования, тем более в нынешнее время, когда вот мы в сложных находках нормативных правовых условиях. Но я хочу сказать, что нынешняя конференция очень выгодно отличается от многих даже очень высокостатусных и громких мероприятий, которые проводятся, ну, в том числе и в столице. Потому что очень деловая атмосфера, очень конкретное выступление, нет совершенно пустого, ненужного рекламного материала. И в этом большая заслуга организаторов, потому что нужно было провести большую предварительную работу, сориентировать докладчиков и очень четко уловить потребности слушателей. Потому что народ приехал издалека, народ приехал специально. И я вижу по лицам, слышу отзывы, все великолепно, на высоком уровне организовано. Во-первых, я получила ответы на все конкретные вопросы. Я уж не буду их перечислять, они такие специфические, специальные. Но тем не менее, я теперь знаю, как вести себя в сложной ситуации. И самое главное, я знаю, куда обратиться. Мы, например, приняли решение, обязательно стать членом союза ДПО. Очень доброжелательная и в то же время деловая обстановка, когда люди делают дело, люди делают дело для бизнеса. И, в общем, соответствуют очень тем высоким требованиям, которые предъявляют наши слушатели к системе ДПО. ДПО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДПО. ДПО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...